Ко дню освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков по всей России прошли памятные акции «Блокадный хлеб». В Твери волонтеры также раздавали блокадный хлеб в память о тех страшных событиях в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. 125-граммовая черная корка, выпеченная из целлюлозы, жмыха и обойной пыли, стала символом надежды на жизнь. Несмотря на то, что сегодня хлеб другой и времена другие, люди относятся к нему так же, как и 77 лет назад. Несмотря на ветреную погоду, на улице Турхсвятской много людей. Звучат песни времен войны, расставлены столы, на которых серые мешки с хлеба. Волонтеры раздавали прохожим в память о страшных днях блокады Ленинграда, 125-граммовые ломти хлеба. Лидия Андрусенко бережно убирает паёк в сумку. Женщина родилась в 1941 году. На годы войны пришлось её раннее детство. Но воспоминания о том времени в памяти живы, и хлеб в её доме спустя годы также ценен. Если дети войны, мы, конечно, понимаем. Было тяжело. Было плохо. Сидели одни. Родители наши работали. Отец на фронте. Безусловно, раньше вкус хлеба был другим. Пекли его совершенно из других продуктов. В составе были целлюлозы, жмых, обойная пыль, выбоики из мешков, хвоя, ржаная мука. Молодые люди, принимая из рук волонтеров 125-граммовые куски, прекрасно понимают их значение. Выдавали сухой паёк. И многие люди погибали от того, что у них не было ни еды, ни воды. Люди должны, в принципе, помнить это. 125 грамм – это минимальная доза хлеба на человека в день была установлена в блокадном городе. И те выдавались по карточкам. Сегодня волонтеры раздают их безвозмездно, чтобы напомнить жителям Твери о голодных временах. В акции в качестве добровольца приняли участие студенты и юнормейцы. Мы раздаём блокадный хлеб в память о людях, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Сейчас мы раздаём примерно 500 паек хлеба по 125 грамм, вот они в весе, чтобы люди могли вспомнить, почтить память ветеранов, которые воевали за нас и за наше будущее. К 77-летию освобождения Ленинграда прошли торжественные мероприятия «Обелиска Победы». Представители администрации города, юнормейцы и члены ветеранских организаций в честь памятной даты возложили цветы. Ленинградец Аркадий Скачков рассказывает о блокаде, опираясь на воспоминания матери. Тогда ему было всего два года. В те времена, судя по рассказам родных, сухарь чёрного хлеба был поистине спасением. Это, конечно, воспоминания на всю жизнь, независимо от возраста. Потому что те, кто были маленькими, как я, мне было два года, конечно, мы ничего не помним. Но рассказы мамы, рассказы старшей сестры. По традиции, тематические программы, классные часы, уроки мужества, посвященные освобождению северной столицы, были проведены в тверских школах и других досуговых учреждениях. Блокадный хлеб раздавали на улице Трехсвятской и на пересечении проспекта Чайковского и Спортивного переулка.